да здравствуйте да да я сейчас сижу ролик монтируют уже часть одну сделался вторую сделаю как я ходил вчера в полицию скажем так я давайте сделаю сделаю следующим образом у нас сейчас суббота воскресенье выходные будут вот я сейчас домонтирую ролик выложу их и засяду уже конкретно по всем вот этим ходатайством всем заявлениям я думаю что к понедельник я их все сделаю но постараюсь завтра это все сделать систематизировать и вам их сброшу посмотреть а вы уже как бы оцените своим взглядом на какие доводы я ссылаюсь чего как и как ну там понятно что там может быть какие-то доводы ваши возьму какие у меня уже там были заранее запасены вот такое предложение значит нужно провести супер процесс и прикончить их вопросе отводов вообще нужно вот тему с отводами сделать предметом и тщательного рассмотреть мы должны их прикончить мы должны предоставить возможность совершить все преступления которые они готовы совершить могут совершить и про противопоставить и этому очень эффективные инструменты механизм то есть объяснить что они обязаны предоставлять достаточно времени возможность для подготовки своей защиты предусмотрены рекомендациями на которые я ссылаюсь это на наше право это входит в объем иных прав которые они не могут разъяснить но поскольку они могут разъяснить и мы можем разъяснить это специальные нормы права регулирующие вот эти административные правоотношения у нас имеется право на достаточное время и возможность для подготовки своей защиты вот мы им и ходатайство будем писать с требованием соблюдения этого права и отводы заявлять с соблюдением этого права но судьи не так как суди не имеет права рассматривать заявленный поэтому они должны за этот номер платить 7800 евро и вот вообще идеально можно их развести но зато мы можем показать идеально как мы можем их вообще уничтожать просто уничтожать я сегодня провел супер процесс в белгороде и москве по видеосвязи человека уголовной ответственности полтора года его фигачили по полной программе адвокат сделал все возможное и невозможное для того чтобы его фигачили и вот я сегодня провел супер процесс просто спонтанно жалко что спонтан и во время исследования доказательств не пришли новые идеи хотелось бы все это реализовать на практике показать с видео хотя я думаю мы и там видео получит потому что процесс шел по последствия видеосвязи между судами между судами она впервые вообще участвовал в процессе и впервые я показал как надо участвовать в исследовании доказательств нам не предоставили вообще ни одного доказательства вот как это обычно бывает приходите в суд знакомьтесь 15 минут на ознакомление и начинаем рассматривать вот это какое решение такое было или не было еще а почему ему отказали в удовлетворении а удовлетворили ходатай со следователем наложение ареста на имущество вообще запредельно откровенно преступными способами вынесет но теперь надо написать заявление о возобновлении производства иду на открытой и они даже не знали кто участвует процесс они только слышали мой голос я по ватсапу с ним общался хотя мы могли организовать это все посредством зум-конференции он там три дня назад ко мне обратился следователь вышел с ходатай самоналожение ареста на имущество его тещи тещи не может участвовать потому что операция у мужа который бывший следователь 25 лет адвокатом работы а этот адвоката один раз по этому вопросу ездил в белгород из москвы ну сумасшедший и я ему объяснил что можно участвовать в видеосвязи мы написали позавчера ходатайство вот позавчера мы поставили вопрос проведение рассмотрение дела в средствами я связи позавчера она назначает на следующий то есть на вчера мгновенно просто договорились с судами и вот вчера я ему помог написать ходатайство о предоставлении всех материалов дела достаточно времени возможности для подготовки защиты от него от тещи ну и думаю ладно достаточно а утром уже во время судебного процесса когда он начался у меня начал скидывать документы но я позвонил ему это все спонтанно для меня это вообще было спонтанно и вот я участвовал посредством ватсапа но они меня все прекрасно слышали ни следователь не прокурор не судья вообще не вякали так а вы были бы допущены в процесс именно процессуально выносилось какое-нибудь постановление но при этом вы говорили я просто его консультировал по каждому вопросу по каждому вопросу он получал консультации суд объявлял перерыв для того чтобы мы могли выразить мнение по тем или иным вопросам два раза он объявлял перерыв чтобы мы могли выразить свое мнение сформулировать вопросы для следователя мы сформулировали пять вопросов не на один из вопросов следователь для ответил не на один в самом процессе я не я понял у меня такие вот вопросы в самом процессе кто говорил когда процесс шел я говорил я не могу понять что вы говорите потому что я слышу ваш телефон ну то есть формально получается говорила та сторона которую вы консультировали правильно что формально получается для суда говорил тот человек которого вы консультировали ну да 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 но судья сказала я предупреждаю что ведется аудиозапись я говорю ну отлично отлично все отлично а в конце в конце прокурор задал вопрос а кто это вообще вас консультирует да я не сказала кто консультирует теперь мы узнали кто консультирует его мне прямо интересно чем это все может закончиться смотрите как ни крути все равно важен результат правильно конечно ну что получается результат был несмотря ни на что да я понимаю результат получается несмотря ни на что был не в пользу вашего подзащитного правильно почему не в пользу подзащитного если мы заложили просто железобетонный фундамент под нашу защиту железобетонный фундамент мы заложили ну например невозможно просто вынести признать законным это решение невозможно ни при каких условиях второй суд для них превратится в кошмар они просто первый раз со мной столкнулись они не знали кто вообще на связи хорошо вот такой вопрос вот есть конкретные дела которые заканчивались именно реальной победой я имею ввиду вот из последнего времени не тех старых годов а вот сейчас сейчас в нашей реальности вот пожалуйста даже суда не было просто я написал заявление в ростовский областной суд я написал заявление мнение по делу в ростовский областной суд и решение суда первой инстанции было отменено у нас не было даже процесса без нас все сделали так вот меня как раз интересует именно дело в котором вы участвовали как вот процесс шел вот после того как вы доводы эти донесли и судья к ним прислушался и вынес конкретное решение в вашу пользу ссылаясь на ваши доводы я почему спрашиваю потому что то что я сейчас вижу в судах творится можно показывать на белое и доказывать что это белые но им по барабану абсолютно вот сегодня мне девушка звонил этом обвиняют по статье 115 она сказала ее судья значит спрашивает вас ознакомили там ну там с правами там короче связано с тем что сейчас я вспомню как она мне сказала короче упрощенная процедура если она признает вину то там как-то по упрощенной и больше определенного наказания дать не могут там допустим две трети там тому подобное вот и в протоколе самое интересное что они написали женщина почему в доводы онаaisse было место lia да то есть сам адвокат зарывают ну не да потому что во первых она говорит что не знаками подписи нету и потом уже судья говорит что ну а а почему подписи нету, и он начинает как бы оправдывать следователя, кто там, дознавателя, неважно, что как бы он просто вот забыл, типа забыл, чтобы подпись поставить. Вот понятно, что подставной адвокат, понятно, что там они подбивают дело, чтобы признать ее виновной, хотя там вина не доказана. Там экспертиза проведена одной организацией, ее даже в реестре нету. Экспертиза говорит о том, что вред, который причинен, якобы легкий вред здоровью, но ссылается на пункт 8.1 определенных правил, сейчас я не буду вспоминать, как они называются, а там сказано, что должна быть временная нетрудоспособность, либо там временная, ну короче, орган должен какое-то время не функционировать, а у нее из повреждений просто синяк. на коже, синяк на коже. То есть это не может быть признан легким вредом здоровья, потому что никакой орган не пострадал, то есть все органы работоспособны. То есть, ну там очевидное отсутствие состава вообще вот этой 115 статьи, просто состава даже нету. Но это дело дошло до суда, и естественно, сейчас вынесут в любом случае обвинительный приговор. И я вот всем людям говорю, что, как говорится, вы не расстраивайтесь, потому что изначально решение уже известно. По всем, все суды первой инстанции, им абсолютно плевать на все доводы. Они выносят... Значит, Владимир, вот вы говорите о своей практике. У меня вообще совершенно другая практика. Вот берем отношения Тамары. Вынесли два постановления о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа 4 тысячи рублей. Вот сегодня ее заявление о возобновлении производства еды вновь открывшиеся обстоятельства вернули все. У всех животный страх вообще продолжать это дело. Но они же невменяемы, они же не понимают. Теперь исполнительный производство. Мы создадим космические проблемы в рамках исполнительного производства. В любом случае, Тамара Завтрова уже направляет. Она и так отправила президенту, там, в Следственный комитет. В Верховный суд только не отправляла. Я ей высказал сегодня. И завтра она отправит эти заявления о возобновлении реализации ведомых открытия сердца в Верховный суд. Тем более, что адресованы Верховному суду. Мы прикончим их. Так, смотрите. Ну, вынесли один. Вот они вынесли. Рафаэль, давайте я хочу просто по существу, чтобы было четко понятно. То есть, вот рассматривали там некое дело, я как бы, судя его не знаю, но то, что я как бы слышу. То есть, есть какое-то дело, привлечли к ответственности в виде штрафа 4 тысячи рублей. Правильно? Да. Так, вот. Вы подали заявление об рассмотрении этого же дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Правильно я понимаю? Да. В связи с совершенными преступлениями. Ну, не важно. То есть, заявление было подано. Оно в итоге было принято? К производству было принято? Дело возбуждено на повторное рассмотрение? Я вам объясняю. Сегодня ей вернули. Вернули что? Завтра мы будем это обсуждать. Сегодня ей вернули. Вернули что? Я еще раз спрашиваю. Заявление? Заявление вернули. Ну, то есть, проигнорировали. Правильно? Вернули. Вернули. Сегодня вернули. Вы сегодня, понимаете? Сегодня. Сегодня вернули. Никто не успеют их рассматривать. Наша задача теперь заставить их рассматривать. Эти заявления они будут рассматривать. Никуда не денутся. И тем более, это адресовано Верховному суду. Тем более. Вот она написала эти заявления. А дальше мы предъявим иск. Верховный суд. Иск на кого? Ответчиками кто? Кто является ответчиком? Ростовский областной суд. Прокуратура Ростовской области. Следственное управление Ростовской области. Кировский районный суд Ростова. Кировская прокуратура. Следственный отдел Кировского района. И вот эти вот судьи, мировые, которые выносили эти преступные решения. У них никаких шансов. Ноль у них шансов. Ноль. Ну, это получается уже другое дело. Правильно? Это уже дело, скажем так, о преступлениях, совершенных этими должностными лицами. Правильно? Ну, поэтому мы и говорим о том, что в процедуре вновь открывшихся обстоятельств должно рассматриваться дело. Так, а на данный момент, ведь никто не привлечен к ответственности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Правильно? То есть, даже если будут рассматривать заявления о совершении преступления правоохранительные органы, даже если возбудят уголовное дело, но пока человека не привлекут, не появляются эти вновь открывшиеся обстоятельства. То, что само дело было рассмотрено преступным составом, с нарушением чего-то. Потому что это еще ничего не доказано. Значит, я вам объясняю. Неопровергнутые доводы, принцип свободной оценки доказательств предусматривает, что неопровергнутые доводы кладутся в основу принимаемого решения. Мы написали заявление о преступлении? Написали. Проверка проведена? Не проведена. Все ответчики у нас. Идите в суд, теперь будете отвечать за совершенные преступления. Это вы просто не читали в моем заявлении 34-85-3. Там все вот это расписано идеально. И по поводу проведения проверок, обязательности проведения проверок. И каким результатом это приводит. Практика комитетов ООН, практика ЕСПЧ, практика российская. Там все я собрал. И все это относится к психологическим пыткам. Все это относится к психологическим пыткам. А сегодня я вам сейчас скину постановление ЕСПЧ. Я же все время говорил, что когда вы пишете в рамках уголовного судопроизводства жалобы, а эти жалобы не рассматриваются, то все надзорное производство должно быть предметом проверки и оценки в рамках уголовного отдела. Потому что и всех их надо допрашивать. Вот всех, кто давал отписки, их надо вызывать и допрашивать. И вот сейчас взяточники из ЕСПЧ то же самое сказали. Вот вам постановление. Жалобы не рассматривались. Хотя они должны были быть предметом проверки и оценки. Только взяточники сегодня об этом написали. А я об этом говорю уже несколько лет. Без надзорных производств уголовные дела рассматриваться не могут, не имеют права. Потому что надзорные производства ясно и четко доказывают, кто и как занимался фальсификацией доказательств уголовного дела. Не хотите рассматривать жалобы? Вы, во-первых, отвечать за это должны. А во-вторых, вас надо допрашивать всех. И, кстати, это я объяснил и в заявлении 33-67-3. А там я объяснил, что следователей надо допрашивать, прокуроров надо допрашивать, экспертов надо допрашивать. Там я практику привел. И вот это все, вот это все, вот эти все мои заявления должны находиться в материалах вашего дела. Потому что всех их надо допрашивать. Судью эту допрашивать. Вот этого провокатора допрашивать. Приставов надо допрашивать всех. Не, вот это само собой. То, что приставов нужно допрашивать, это 100%. Я думаю, что 20-го числа суд не состоится, все равно отложится. Не принесло, что надо допрашивать 100%. Судью надо допрашивать 100%. Ну и судью это понятно. Но понятно, что судью откажут в допросе. Это понятно ежу. Я исхожу из реальности. Как это будет? Нет, то, что заявить я заявлю, но я уже заранее знаю, какой результат будет. Значит, реальность моя, моя реальность объяснена в заявлении 34-85-3. Прочитайте пункт 18, и ваши мозги встанут на место. Пункт 18 и дальше прочитайте, и ваши мозги по допросу свидетелей полностью встанут на место. Вы говорите о своей практике, а я говорю о теории. Я объясняю, что без надлежащей теории вы никогда не измените практику. Но если вы обладаете надлежащей теорией, вы сломаете всю существующую практику. Практика не имеет никакого отношения к закону. Практика к закону не имеет же никакого отношения. А там в теории объясняется, какой результат вы получите, совершая вот эти все эти преступления. Результат вам заранее известен, какой будет. Вы проиграете все дела, власть, власть, вы проиграете все дела, и еще платить будут. Вот для вас результат. Судебный прав. Ваши паранойи. Кстати, Владимир, вы не хотите, я сейчас вам вышлю то, что вы никогда, нигде не увидите. Я же вам говорил, что я жизнь судьи и прокурора Магадана превратил в кошмар. На стол. На стол. Говорил же я правильно? Ну, говорили, да. Вот я вам высылаю официальные документы, поскольку они вообще никак не реагировали на то, что я называл их «мразные твари», я им начал писать вот это. «Они даже на это не реагировали, я их жизнь превратил в кошмар», официально писал. Так, а что это такое, заявление, ходатайство? Так, заявление. Значит, что касается вот 35-65, это по Поливадиной, там я, ну не обращайте внимания на то, что там оно состоит из нескольких частей, потому что я для электронной почты, я по электронной почте направлял тексты. Вы можете посмотреть. Это как файл называется? Который файл, как называется файл? Ну, заявление 35-65, это по Ливадиной, когда Ростовский областной суд, на основании моих объяснений, отменил решение суда первой инстанции. Ну, вот я открыл его. Просто, в знаке участия, вы можете посмотреть мои аргументы по делу. А вот вы номера присваиваете заявлению 35-65? Это, ну, откуда нумерация этой берется? Как это формируется? Почему такой номер? Ну, потому что я же не знал, сколько я написал к февралю 2009 года. Я просто взял, подумал, ну, допустим, я написал тысячу. Это нумерация с тысячи с февраля 2009 года. Вот с февраля 2009 года написано 2565, ну, и сейчас больше уже. А вот эти заявления, они хаотичные в Магадане. Это, например, я выяснял отношения с магаданским горстудом, с прокуратурой другая нумерация. А надо было на самом деле мне нумеровать. Но к февралю 2009 года я написал мне тысячу, а гораздо больше. Потому что это же... Значит, в Магадане я поставил рекорд, когда я в месяц написал 150 жалоб. Треть магаданского горстуда работала на меня одного. Ну, пять уголовных дел велось одновременно в отношении меня. И вот они бегали по судам. Алло. Да, 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 я слышу, слышу. Я читаю тут параллельно заявление это. Вы даете мне очень много информации, которую мне нужно ее сначала прочитать. На смысле. Да, и осмыслить. Потому что я говорю, у меня физически как бы... Ну, я как бы делаю эти видеоролики с определенной целью. То есть, по большому счету, я, допустим, спровоцировал это дело. Ну, возможно, как и вы провоцируете свои дела для того, чтобы что-то там делать, что-то показывать и тому подобное. Соответственно, у меня есть какие-то железобетонные, опять же, с моей точки зрения, аргументы. Как вы считаете, что у вас есть железобетонные аргументы. Но я столкнулся с тем, что судьям плевать абсолютно на все. В том числе, даже когда меня не пригласили на составление протокола. Судья проигдарировал этот факт. Все равно даже составленный в мое отсутствие протокол не появлял... Она не посчитала это законным основанием для того, чтобы вынести решение в мою пользу. Поэтому я говорю, какое чудо мы там не сотворим. В любом случае, у судьи, если есть заказ на меня, наказать меня, она это сделает в любом случае. Потому что она знает, что лучше нарушить закон и сделать так, как ей сверху сказали, чем пойти поперек тем людям, которые ей руководят. Сейчас, мне кажется, время стало хуже, чем это были 90-е годы. Потому что сейчас вообще беспредел. Раньше были бандиты, а сейчас бандиты во власти. И поэтому сейчас с ними бороться вот такими способами, ссылками на закон и тому подобное, это для них просто смешно. Тут другой инструмент должен быть. Владимир, я вам объясняю. Вот так говорят люди, которые имеют слабое представление о законодательстве. Если вы опираетесь на совершенно конкретные нормы права, вот эти нормы права вам гарантируют абсолютно конкретный результат. Вот в чем преимущество вообще закону, знания закона? Закон вам гарантирует совершенно конкретный результат. Смотрите, вы можете мне... Рафаэль, можно я вас перебью? Смотрите, Рафаэль, мне, чтобы понимать четко, да, я все-таки помимо теории должен увидеть, что эта теория дает результат. А именно, берем любое конкретное дело, которое у вас есть, где ваши доводы стрельнули. Неважно в какой инстанции, хоть самые последние, но что они сработали, понимаете? И потом вся цепочка ниже стоящих судов была отменена. Что вам еще надо? Вот, 35-65. Вы прочитайте первую только часть. Можете вторую часть прочитать, где я объяснил, что неучастие третьего лица, заинтересованного в расходе дела, является основанием для отмены вынесенного решения. Вот мы пришли в Ростовский областной суд. Ростовский областной суд решил рассматривать дело по первой инстанции. Раз вы решили рассматривать дело по первой инстанции, вот я вам написал в таком случае наше объяснение. Результат. Они отменили решение и послали всех. Разбирайтесь с этим сумасшедшим сами. Заварили, теперь с ним разбирайтесь. Ну, то есть решение было в вашу пользу, правильно? Да, я вам могу показать вообще офигенно. Так вот это я хочу именно сами решения почитать именно судов, как они там излагают те доводы, которые изложили вы. Они же все равно их в решение должны привести. Вот я вам просто объясняю. Дениса Хорошилова привлекли к административной ответственности. Суд принял дело к своему производству. Мы заявили, я написал там ряд ходатайств. Эти ходатайства не были удовлетворены. В результате, в результате, я написал заявление о возобновлении производства вновь открывшихся обстоятельств. Где она же вынесла постановление об отказе в удовлетворении ходатайств. Я обжалывал эти постановления, не отправил. А потом мы пришли в суд. И можете посмотреть, к чему все это привело. Своими глазами можете посмотреть. Так я об этом и говорю. Я хочу посмотреть своими глазами именно реальные решения судов. Значит, меня вообще не интересовало решение судов, потому что было отказано в привлечении его к административной ответственности. Но вы можете посмотреть, какой суд там проходил. Как он проходил. Да как я могу посмотреть, Рафаэль, как я могу посмотреть. Я не знаю, где смотреть. Какой суд, где, когда, по какому делу, против кого. Сейчас я вам вышлю видео, вы будете в шоке от этого видео. Да мне даже не видя, мне надо достаточно процессуальный документ, который судья вынесла. Называется там, допустим, это решение, приговор, постановление, неважно. Именно то, что у них опубликовано на сайте. Сайте суда. Можно взять это постановление у Дениса Хорошева. Меня оно не интересует. И можно взять его. Вы можете посмотреть, как было отказано им привлечение его к административной ответственности. Ну, понимаете, звучит, я могу взять у какого-то Дениса. Я его не знаю, как я у него могу взять. Понимаете, вот я человек, который хочет пощупать. Ну, хорошо, я вам возьму. Хорошо, ладно. Мне не надо решения. У нас сейчас современный век. Все решения публикуются на сайте суда. Достаточно ссылку. Даже хотя бы просто мне скажите, реквизиты, какой суд, какого числа, или даже номер этого решения. Я сам зайду на сайт этого суда и открою это дело. И посмотрю всю историю. В том числе, те судебные акты, которые были вынесены по делу. Значит, я вам вышлю мое заявление о возобновлении производства и до вновь открывшихся обстоятельствах. Я прикончил судьбу. И можете посмотреть видео, чем я хочу закончить. Своими глазами. Ну, хорошо, я оттуда возьму именно информацию, как суд вынес решение. И посмотрю, конкретно, какое итоговое решение. Потому что в конечном итоге ведь важен результат. Понятно, что можно прийти разными способами. Законными, незаконными. Вообще, что такое закон? Это тоже все относительно. Вот вы упираетесь так или иначе в закон. Правильно? Значит, я вам еще раз объясняю. Должно быть правильное применение закона. Ну, это понятно, это естественно, это подразумевается. Но все равно мы живые люди, мы живем в реальности, где законы не соблюдаются. В том числе, теми людьми, которые, скажем так, эти законы для нас придумали. Вообще, эти законы придуманы для кого? Для тех, кто их должен выполнять. Есть категория людей, каста так называемая, которые не исполняют законы. Для них не существуют законы. У них свои законы. Значит, для всех их можно поставить стоило закона. Я говорю о том, что законы это стоило. Куда их всех можно загнать? Ну, невозможно человека, который с оружием, который имеет власть, который имеет силу, который нами управляет, невозможно его поставить в стоило, потому что он тебя убьет, застрелит и все остальное. Я утрирую, но я объясняю, что закон это правило. Это правило, в которых держат рабов. Сегодня такой закон, завтра другой закон. Закон делают для тех людей, для которых устанавливается правило. А правило устанавливается для рабов, для нас, понимаете? Для быдла вот этого, которое ходит по земле. И даже не знает, кто ими управляет и каким образом. Это для нас законы эти придуманы. А вы на них ссылаетесь. Вот завтра Дума там примет какой-то закон, который противоречит другому. Ну, специально вот для вас. Изобретят какие-то законы, чтобы просто вас поставить тупик, чтобы у вас там, ну, все сломалось в голове, понимаете? В роликах достаточно вы жестко отвечаете и говорите к ним. Ну, на мой взгляд, может быть здесь все-таки перебор. Значит, я вам объясняю. Вы мои ролики посмотрите, видео посмотрите. Если в отношении меня не совершают преступления, если обеспечивают возможность нормального конструктивного общения, то я не применяю никаких некорректных выражений. Хорошо, вот такой вопрос. Вот как вы ответите, такой вопрос. Вот есть преступник, да? Не будем брать, допустим, украл кто-то там чего-то, совершил какое-то преступление. Его можно называть, допустим, тварь, мразь и тому подобное? Но он же преступник. Ну, в зависимости от ситуации. Ну, как от ситуации? Ну, он человеком при этом остался или нет? Ну, зачем мне называть мразь и тварь преступника, если я ему могу просто один раз по голове ударить и все? Ну, точно так же можно и в суде, как вы говорите, у вас своя кувалда под названием закон. Я думаю, излишне говорить на судью, что она мразь и тварь. Ну, мое мнение, почему? Это она и так знает. Вы это законом сказали, своей интонацией и прочее, прочее. А получается, что вроде как, когда вы применяете вот эти слова, вроде как, ну, как проявляете слабую позицию? Ничего подобного. Я иду к тому, чтобы встретиться с ненаучной ставкой. И я объясняю, что решение-то выносится незаконным составом суда. Она же автоматически становится потерпевшей по делу. Она автоматически умна. Дело-то в том, что вы-то находитесь за пределами, за пределами судебного заседания. А это очень важно имеет обстоятельства. Так вот, я вам объясняю, что не понимаете по-хорошему, вам заявляют отвод, как умственно полноценный. Ну, значит, вы становитесь потерпевшими. Давайте я с вами буду разговаривать, как с потерпевшими. А на каком основании вы вынесете решение по делу, являясь потерпевшими? Ну, это получается в принципе... Ну, я понял, что вы хотите сказать. Что раз судья в деле, который она ведет, является потерпевшим, потому что вы, допустим, ее оскорбили, то она, по идее, должна взять самоотвод, и другой судья должен заниматься этим делом. Я понял позицию. Да, автоматически решение выносится незаконным составом суда. Автоматически. Но это при условии, что вы, получается, являетесь участником. А я так понял, что суды вас не допускают в качестве участника. Значит, я участвую. Вы можете посмотреть, хотят они того или не хотят. Я участвую в судебном процессе. Это понятно. Я говорю про формальности, про то, как прописано в процессуальном законодательстве. Что, допустим, у стороны должна быть, может быть, представитель, защитник, неважно. То есть должен быть человек, который имеет определенный статус. Этот статус подтверждается... Объясняю, значит, лицу, имеющему юридическое образование. В заявлении 33, 34, 25, 2, 3, который я вам выслал, я объяснил умственно полноценно, что это значит уведомительное. Да, это понятно. Вот этот ролик сейчас, который я выложу, вы его посмотрите. Вы посмотрите, как раз об этом этот ролик. Когда мы пришли в отдел полиции, я там был как представитель, и меня менты не пропускали на личный прием, требуя от меня доверенности. Хотя при мне заявитель говорил, это мой представитель, он должен быть со мной. Так, понимаете, чтобы пройти туда, мы от руки написали этой доверенность. Ну, мы это сделали только для того, чтобы показать их дебилизм, потому что я это все прокомментирую, напишу со ссылками на нормы права, что они дебилы, конченые дегенераты, они не знают законодательства, они не понимают, в каких случаях нужна доверенность, они не понимают, что я не являюсь участником уголовного дела, которого не возбуждено. Мы пришли ознакомиться с результатами доследственной проверки, по сути, получить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и ознакомиться с материалами. И это выяснить на личном приеме. Значит, вы мне говорите о том, что через что я прошел уже десятки, если не сотни раз. Вы можете видео посмотреть, как я перехожу к следователям, к прокурорам, и то же самое им объясняют, и следователям, и прокурорам, и судьям, и полицейским. Ну мне в этой ситуации, что нужно было, Раврель, я вас перебью, что я должен был в этой ситуации делать? Ну вот стоят, блядь, сука, два барана, и не пускают. Я не могу туда пройти, там дверь закрыта, там вертушка, все остальное. Я не смогу пройти. Мы вызвали полицию на полицию, в прокуратуру. Вы послушайте, посмотрите это все. Там кипиш был такой, подняли охрененный, что он в итоге вышел. Я его там еще нахуй, он еще потом унижал, это несколько раз извинялся. Это все засняли. Так вот именно ради этого я написал эту бумажку, чтобы показать, какое он ничтожество. И его опустили. Значит, десятки видео вы можете у меня на канале посмотреть. Десятки, если не сотни. Я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что вот если бы я его назвал бы тварью, мне хотелось его назвать тварью, но если бы я его назвал тварью, то ролик бы получился немножечко не про то. Понимаете? То если бы вы его назвали тварью, то через пять минут оказались бы на надом. Вот я об этом и говорю. Если бы вы лично назвали его тварью, то через пять минут оказались бы на надом. То, что положено Юпитеру, не положено. Так я про это и говорю. Вы эти действия делаете, находясь далеко-далеко недосягаемы. И понятно, что вы можете кипиш устраивать, балаган так называемым в судебном заседании, срывать в судебном заседании. Понятно, что я могу со сторонку отойти и сказать, что я не виноват, у меня телефон не выключается, условно говоря. Понимаете? Объясняю умственно полноценному человеку. Значит, я вам высылал ролик «Полюбуйтесь расистом на ваше кривосудие». До конца посмотрите. До конца. Посмотрю. Говорю, времени просто не было посмотреть. Ну, надо было посмотреть, а не высказывать мне вот это все. Я не знаю. Я высказываю не связанно ни с каким роликом. Я просто высказываю свое суждение. Потому что то, что я делаю, у меня тоже есть определенные цели и способы. Я находился там, непосредственно, там. Я приходил к следователю в июле Владимировна Мразь. Я находился там, у следователя. Вот, вы можете посмотреть, у следователя. Что вам еще надо? Вот, я вам выслал документы магаданские. Я находился там, в Магадане. Непосредственно писал им. Я им в глаза это говорил. Вот вам заявление, 2001 год. Там, непосредственно находился. Понимаете, там. Ну, и где вы в итоге потом оказались? В итоге, где вы оказались? Значит, я вам объясняю. Рашисты на вашей кривосудии, это я находился там, это после того, как я вышел. Это после того, как я вышел. Они что, почему же они не решались меня помещать в стационар? Потому что это личное дело вот этого человека, который считает, оскорбился он и не оскорбился. Я говорю, что они... Значит, объясняю. Личное дело, это судьи, прокуроры, судьи, прокуроры, полицейские. Каждый полицейский. Я им говорил в глаза это. В глаза. Понимаете, в глаза я им говорил. Не находясь где-то за границей. Хорошо. Но посмотрите. Я понял. Рафаэль, давайте так. Я понимаю, что я сейчас могу долго вот это все слушать. Если вы захотите, я могу вам донести свою позицию. Я как бы готов вам ее сказать. Просто как бы, ну, по большому счету я больше вас слушал во всем, что вы говорите. Если вам интересно, я могу сказать свою позицию. Не важно, услышите вы ее, не услышите. Это уже, как говорится, вы сами будете решать. Но я считаю, что ваши методы не совсем правильные. Скажем так, то, что вы делаете, вы все-таки делаете не сами на данный момент, а делаете другими руками. Люди вокруг вас, получается, это подопытные мыши. Как угодно можем их называть, потому что вы на них опробуйте способы донести до судьи, там, еще до кого-то закон, как он должен быть в вашем понимании. У каждого человека есть свое понимание. В любом случае, даже судья имеет право на ошибку. Я сейчас говорю про нормального судью, который может ошибаться, а не который умышленно выносит незаконные решения. В любом случае, ваша точка зрения не должна преподноситься в таком вот контексте, что они твари, потому что не слушают то, что вы им говорите. Никто не оспаривает ваши знания. Но в любом случае, они также могут быть ошибочными. Вы не бог, так или иначе. Значит, я вам объясняю. Во-первых, заявления писались, когда я находился там. Ролики я вам выслал, которые вы не посмотрели. Я находился там непосредственно? Поэтому вы не можете. У вас права такого нет, говорить, что я манипулирую людьми, что они там мои руки и ноги. Я там находился. Там. И вы говорите о том, что каждый имеет право на мнение? Да нет у вас права такого на мнение, если оно не является обоснованным. Если оно не является обоснованным, вы не имеете права на мнение. И тем более, у вас нет права причинять вред другому. Рафаэль, вы ошибаетесь. Вот у вас на самом деле очень сильно существуют пунктик. Вы считаете, что все можно доказать с вашей логической точки зрения. Но если вы изучали психологию, вы должны понимать, что люди думают по-разному. Разные вообще. Да как же тогда вы можете требовать, как вы можете требовать, чтобы все люди думали так же, как вы? Это в принципе невозможно. Не может быть истины как таковой. Правды нет. Истина, она одна. Вы, значит, не изучали логику. Если вы так говорите, я могу вам точно сказать, вы не изучали логику. И доказать это. Я вам говорю о том, что законы изобретаются для нас с вами. А вы пытаетесь жить по этим законам и заставлять жить других. А я говорю, что иногда нужно нарушать законы, потому что есть понятие здравого смысла. И всегда есть выбор. Нарушить закон, либо не нарушить закон. Так вот иногда лучше нарушить закон. Значит, мы с вами говорим на разных языках, потому что вы не знаете, что такое законность. Я знаю, что такое законность. Нет. Это шаблоны, это рамки, по которых людей заставляют жить. Вот это закон. Это правило. А я заставляю всех жить по закону. Но при этом сами не живете по законам. У вас интересная получается логика. Вам можно нарушать закон, а им закон нарушать нельзя. Значит, давайте мы вот это все запишем, вы наговорите сейчас. Давайте мы запишем наше общение. Я предлагаю вам даже стрим провести. Это как бы запросто. Ну, так я вам иск предъявлю, что по месту вашего жительства. Я посмотрю, какое у меня его выиграет. Так это не имеет значения. Нет, нет, нет. Я понимаю, Рафаэль, давайте сделаем так. Я проиграю вам иск. Я вам иск проиграю. Но не от того, что как бы я слабее вас, не дай боже. Я вообще считаю себя на порядок сильнее вас. Я вам честно говорю. Ну, так давайте мы это сделаем. Вот сейчас вы наговорите вот то, что вы мне сказали. Я вам предъявлю иск по месту жительства вашего. И посмотрю, как у меня его выиграет. Ну, давайте. Ради интереса я за любой кипиш. Вообще, за любой кипиш, как говорится, лишь бы это в печку не ставили. Давайте сделаем. Давайте придумаем какое-то дело. Подайте на меня в суд. И я буду защищаться, получается. Видимо, я буду ответчиком. Давайте сделаем так. Я только за буду. Да, вы... Значит, давайте. Вы записывали наше общение? Я стараюсь всегда записывать. Да, конечно. Ну, все, значит, аудиозапись пришли к мне. Я вам предъявлю иск. Хорошо. Иск за аудиозапись, я понял. Окей. Нет, не иск за аудиозапись, а за унижение моих честь и достоинство. Хорошо, хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok